На пресс-конференции представители правительства говорят о наиболее важных решениях, принятых на завершившемся еженедельном заседании. Таковых сегодня было 10. Конечно, все ждали главного — новостей о распаде или сохранении кабинета. Но как на рок-концертах бывает разогрев, так и здесь в начале правительства отчиталось о том, что наконец-то поставлена точка в давнем споре вокруг линномязкой дамбы и гидроэлектростанции, построенных более 90 лет назад. И решено, что в итоге дамбу сохранят, а для прохода рыбы найдут альтернативное решение. Дамба, конечно, дело важное. Но многие подозревали, что разговор о ней был затеян специально для того, чтобы подтвердить заверение министра, а также руководителя центрической делегации в правительстве Якааба, что кабинет работает в режиме 24-7 и ни одно решение не было отложено вопреки коалиционному кризису. Вопросы, которые не только мы здесь в правительстве, между делегациями решаем, до сих пор разговаривают и председатели между собой, мы решаем и договариваемся в очень сложных вопросах даже. И эти решения делаются. Напоминаю и пару голосований в Рио недавно, которые были связаны с доверием правительства. Но все же потом перешли к главному. Якааб подчеркнул, что нынешняя ситуация не является нормальной, но его политический опыт говорит, что обо всем можно договориться при взаимном доверии и обоюдном желании. Тем не менее, после вчерашнего парламентского дня обстановка накалилась еще более, и успокоительным словам не очень-то поверили. Каякала заявила в ходе инфочаса, что коалиции не существует. Сегодня она повторила, что реформисты в правительстве вынуждены в одиночку брать ответственность на себя. Последовали упреки в том, что центристы вместе с парламентариями от ЭКР в первом чтении провалили правительственные законопроекты об образовании на эстонском языке. Якааб не смолчал, а тут же перевалил вину на министра-реформистку. По его словам, договор был поддержан, но с условием, что министр образования Льина Керсна решит вопросы с учителями, нехватка которых исчисляется сотнями и их зарплатами. Вопрос не решили, а обязанности его решить постарались перевалить на самоуправление. В общем, хотя разговор шел об образовании, пикировка министра-премьера показала, что и в других вопросах, видимо, строить прогнозы о будущем Якааб не собирается. Все же премьер нарисовала два возможных состава возможной новой коалиции. В Риге Когу математика ограничена 101 депутатом. Это означает, что коалицию можно сформировать на основе представленных в парламенте партий. В принципе, есть две комбинации. Одна – Экре и самоцентристская партия. Вторая – реформисты и сама и социал-демократы. Это есть две возможности в дополнение к той, которая есть сейчас. Впрочем, пока Кайакалас ждет от руководства центристов четкого сигнала о том, собираются ли они продолжить в коалиции или хотят уйти в оппозицию. Ведь с ее точки зрения они не являются инициаторами кризиса, хотя центристы винят в кризисе напротив реформистов. Премьер согласилась, что времени для этого осталось немного. При этом в дефиците времени реформисты представили более 2000 поправок к законопроекту о повышении семейных пособий. И это при том, что на июнь приходится два важнейших саммита – Верховного Совета Евросоюза и НАТО. Иначеные бесконечные заседания в Эстонии на этом фоне будут выглядеть достаточно нелепо. Коалиционный кризис не может длиться долго. Когда, возможно, мир стоит на пороге катастрофы. Михаил Владиславлев, Петер Илевайн. Новости Таллина.